Девушки отдыхают Девушки отдыхают Итак, встречайте нашего сегодняшнего гостя. Это человек, который управляет всеми детскими садами и школами города Чебоксары. У нас в студии начальник управления образованием администрации города Чебоксары Дмитрий Анатольевич Захаров. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Располагайтесь. Здравствуйте. Наша программа называется «Шок-шоу», потому что мы всех гостей хотим шокировать. Но начинаем мы всегда с простых вопросов. На носу, как вы знаете, сентябрь. Помните ли вы свой первый день знаний? Да, мой первый день знаний был очень давно, более 30 лет назад. 1 сентября я встречал в цивильской школе, когда мы пошли в первый класс. И даже первым учителем у меня была моя мама. Так получилось, да, и совпало, что я оказался в первом классе у своей мамы. А помните, тяжелым ли был портфель? Портфель советский был очень тяжелый, и он назывался даже у нас «Рамцем». А игрушки с собой брали? Нет, игрушки я не брал, так как был мальчиком. А машинки там всякие, роботы нет? Машинки. Что-то я сейчас не вспомню, наверное, нет. Нет? А как вас удивляют сейчас школы 1 сентября? Вы ведь начальник, а для начальников всегда придумывают что-то интересненькое. Вообще у нас в городе, хочу сказать, 61 школа. У нас более 57 тысяч школьников. Это если помножить на родителей, бабушек и дедушек, то получается, что у нас половина города Чебоксары, она так или иначе задействована в образовании. И на 1 сентября все школы у нас проводят праздники. Каждый проводит его в виде традиционной линейки. Чем-то удивить здесь, конечно же, сложно в плане сценария или организации, но в плане эмоций, удивления, счастья, особенно тех ребят, которые идут в первый класс, конечно же, это всегда цепляет, всегда затрагивает душу, сердце. Это эмоции не только у родителей, но и у учителей, которые на 10-11 лет берут под свое крыло учеников и их воспитывают. Вот этим, конечно, равнодушием никогда не останешься. Вот мы с Сашей учимся в одной из самых лучших школ города, полицея номер 3. А какую бы школу вы выбрали сейчас, если бы у вас был выбор, если бы были ребенком? Я бы, наверное, выбрал свою прежнюю школу, в которой я учился. В то время она была 16-я школа, сейчас 2-я гимназия. Потому что там и коллектив педагогов был очень хороший. Был и театральный кружок, драматический кружок, и риторика, изучение древних языков. Все это мне было очень любопытно и интересно. У нас класс был очень дружный. Поэтому моя школа родная, 16-я, я бы ей не изменил бы. Какое у вас самое яркое школьное воспоминание? Так. Сегодня мы привыкли к слову квесты. В то время чуть-чуть по-другому называлось. Это иностранное слово еще не прижилось. Это были игры по ролям. Когда, например, одна из инсценировок или из истории древнего мира, например, греческой мифологии, распределялись в роли древних богов и, соответственно, давалось какое-то задание на выполнение. И наша школа превращалась в место как раз проведения вот этих игр из страниц, например, Гомера, Илиады, Одессея. Одевали тоги греческие. Девушки, соответственно, старались привести прически в соответствии с тем временем, разговаривать на примерно приближенном том языке. Вот это, конечно, было очень интересно. Я думаю, вот эти запоминающиеся моменты, они и остались. Мы тоже собрали несколько интересных школьных историй. Предлагаем посмотреть рубрика «Однажды в школе». Однажды нас подружкой кто-то запер в классе, и мы никак не могли оттуда выбраться. Но так как у моей подружки большая фантазия, мы вышли из класса через окно, потому что наш класс находится на первом этаже. Я так торопилась после школы домой, что на следующее утро заметила, что я пришла в смену и обуви. Однажды в школе нам задали написать сочинение о животном. Ну а я что, написала про своего одноклассника. Однажды в школе я была так невнимательна, что ушла на обед с другим классом. Да вы не поверите, однажды в школу я пришла в тапочках. Однажды я пришла в школу и поняла, что я забыла лицо ученика. Конечно же, дневник. Однажды я пришла из школы и обнаружила, что моего учебника по математике нету. Оказывается, мой сосед по парте решил стать два раза умнее меня и взял мой учебник. Однажды в школе я играл в слезунов и закинул так, что он прилип к потолку, и мне потом влетело. Однажды я пришел в школу, вовремя оказался выходной. Однажды в школе мы опоздали на обед, и мы остались без супа и котлет. Саша, вот у тебя какая оценка по истории? Четыре с минусом. О, Саша, история – это важный предмет. Его надо знать на отлично. Вот Дмитрий Анатольевич, насколько мы знаем, в прошлом учитель истории, так ведь? Да. Работал я в 24-й школе, учителем истории в 29-й школе. Мы тут для вас одно испытание приготовили, но сами проводить боимся. Так, Саша, выдохнули и поехали. Дмитрий Анатольевич, мы хотим проверить, остались ли в вашей памяти школьные знания. Так. В каком году крестили Русь? Сейчас. Сейчас, сейчас. В 988-м. Правильно. Неожиданные вопросы пошли. Сколько раз сжигали Москву? Так. Наполеон в 1812-м, Диулет Гирей в 1571-м, если не ошибаюсь. Поляки во время Смуты был пожар. Третий. Больше не вспомню. Три получается? Получается три. На самом деле их было более ста. Ну, вы почти отгадали. Стоп, я не перечислил точно. Можете назвать прозвище русских правителей. Например, Ярослав Мудрый. Да, Ярослав Мудрый, Олег Вещий, Владимир Мономах, Иван Грозный. АПЛОДИСМЕНТЫ Серьезный вопрос у вас. Да, мы готовились. Да, мы готовились. Кто из правителей присоединен Крым к Российской империи в апреле 1784-го года? Так, это у нас Екатерина II. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Россию, и сделавшую ее из крестьянской, крестьянско-промышленной. Действительно, человек очень далеко шагнул. Если в 20 веке Юрий Гагарин, человек, который, если на минуточку задуматься, впервые полетел в космос, до этого из всего населения земного шарника кто не бывал. И для себя принять такое решение, рискнув, зная о том, что до него уже были полеты, и животные, которые вылетали в космос, некоторые погибали. А взять на себя эту ответственность за себя, за свою жизнь, за свою страну, безусловно, это дорогого стоит. А если бы они ввели Инстаграм, то на кого бы вы подписались? На Инстаграм? Мне кажется, было бы интересно подписаться на писателей. Потому что у них довольно своеобразное видение мира. И то, что мы читаем на страницах, Тургенева, Достоевского, других, это только маленькая толика того, что они действительно переживают. И, безусловно, художников. А исправителей старых? Было бы интересно про Ивана Грозного, чтобы узнать, что же делалось у него в голове, когда он принимал те или иные решения. А что бы он тогда постил? Ну, если не уходить в черный юмор, а в хороший юмор, да, то, зная Ивана Грозного, например, присоединение по Волжье Казанского ханства. Когда он приезжал, условно, а мы знаем, город Чебоксар же был основан именно при Иване Грозном. И было бы интересно, если бы Иван Грозный с коня сфотографировал место будущих Чебоксар и посмотреть, что же здесь было. Какой пустырь, какие леса, какие холмы и овраги. А в какой эпохе вы бы хотели жить? Мне нравится эпоха 19 века, потому что это, безусловно, время, когда порядочность, честность, благородство были не просто пустыми словами и звуком, а люди за каждое слово готовы были отстаивать на дуэлях или защищать честь женщины, да, и уважение именно к девушке, к женщине стояло на очень высоком уровне. Что, по-башему, ждет наша школа в будущем? На мой взгляд, школа будет все больше превращаться в цифровую школу. Уже сегодня мы почти отказываемся от журналов. Наш учитель имеет на столе компьютер, электронный журнал. Родители, соответственно, могут зайти дома, посмотреть оценки. Вы, как ученики, да, тоже можете уже отказаться от бумажных носителей. Давайте проверим. Тут у нас одна девочка Алиса Селезнева. Очень хочется с вами познакомиться. Здравствуйте. Здравствуйте. Это 2018 год? Да. Спасите нас! Будущее погибает. Представляете, в 2118 году дети уже не ходят в школу, университет, за них все делают роботы. Вот в вашем же времени дети как-то учатся? Вот как? Даже растерялся немножко. Да. Ну, сто лет назад, в 2018 году, я думаю, в первую очередь, сами дети хотели получать знания. Потому что если отдавать знания роботам, роботы будут умнее, а дети будут не знать самых элементарных вещей. Поэтому тяга к знаниям, которые у них есть, и ведет их в школу. Ну вот в нашем времени необязательно уметь учиться. Ну, к примеру, придумали ручку самопишущую, ты говоришь, она сама все записывает. Можно мне так? Нет. Видите, с этого-то все и начинается. А еще калькулятор, его просто вживляют в руку. А сколько будет дважды два? Шесть. Чини калькулятор. Что-то у нас какое-то будущее незавидное получается. Вот поэтому я к вам и прибежала, чтобы вы его спасли. Послушайте, вот 50 лет назад у нас отменили печатные учебники, а в прошлом году даже электронные. Вот очень вас прошу, не отменяйте печатные учебники. Я сам люблю именно печатные книги, то есть электронные книги не приемлются. Ну, здесь, конечно, решать школьникам, что им удобнее, как читать. Но, насколько мне известно, все-таки печатные книги гораздо удобнее и полезнее для глаз. Ну, так это же от вас зависит, понимаете? Даже Путин не может нам помочь, только вы. Хорошо. Будем принимать меры. Обязательно. Вот помните о своем обещании. Ладно. Вот раньше я слышала, был такой праздник, День Учителя. Это же правда? Да, 5 октября. А вы же тоже учитель? Тоже. Вот, я первый раз в жизни вижу настоящего учителя и очень хочу подарить вам конфеты. Спасибо, очень приятно. С наступающим Днем Учителя и Знаний. Спасибо. Спасибо вам большое. Не забывайте, пожалуйста, про свое обещание. Хорошо, можете быть спокойным в будущем. Все, спасибо большое. Конечно, это была не Алиса Селезнева, а Алиса Храмова и наша рубрика «Импровизация». Да. Дмитрий Анатольевич, мы узнали, что вы любите ездить на раскопки с поисковыми отрядами. Это не страшно находиться на местах боев Великой Отечественной войны? Действительно, мы выезжаем именно на места, где были сражения. Они действительно несут определенную опасность, потому что здесь есть не разорвавшие снаряды, мины, патроны, остальные вещи. Но когда мы выезжаем со школьниками, мы проводим перед этим очень тщательный инструктаж. Но самое главное и первое правило – это не брать ничего, что является незнакомым. Буквально в августе месяце у нас отряд сводный из 29-й школы, из 61-й, из кадетской школы и 4-й гимназии выезжали на места сражения Смоленской области. Смоленская область – это центральные ворота к Москве. Вот мы говорили о том, сколько раз сжигали Москву. Все, скажем так, враги Запада проходили через Смоленск. И первые, кто встречался с ними, это были смоляне. Естественно, эта земля, она наполнена огнем и, скажем так, железом, которые оставили после себя враги и, к сожалению, именно погибшихся алтарь. А что самое ценное вы находили на раскопках? Самое ценное на раскопках – это медальон или же награда. Медаль, орден. По нему можно установить человека. Медальон – это что-то вроде завинчивающегося футляра, внутри которого находится записка. В ней указаны данные солдата, адрес места жительства и куда обращаться в случае, если что-то с ним произошло. Именно такой медальон нужен для того, чтобы узнать, кто же здесь, скажем так, погиб. К сожалению, такие медальоны не часто носили солдаты. В случаях суеверия считали, что если его заполнить, то обязательно в бою можно погибнуть. И таким образом такой медальон мы и находим, как правило, на 100 и более человек – 1-2. Но для школ мы также привозим, скажем так, экспонаты. Это каски, лопатки, гильзы, еще какие-то атрибуты тех времен для того, чтобы пополнять наши школьные коллекции. Вообще у нас, хочу сказать, в городе сохранились уголки и музеи боевой славы. 27 у нас музеев до сих пор работают, и мы их стараемся сохранить, пополнять новыми коллекциями. А случались ли какие-нибудь мистические или таинственные ситуации? Вообще поисковики «Народ суеверный» лет 7 назад, когда мы выезжали в ту же Смоленскую область, очень долго снился один и тот же сон с подковами, и мы находили подковы в раскопках. По карте мы вышли на деревню, которая называлась Жеребцово. И вот здесь, совсем случайным образом, проходя по незначительной такой ямке и прощупывая его миноискателем, пошел звук о том, что здесь находится что-то из цветного металла. Цветной металл – это в основном у нас патроны, гильзы. Начали копать, и оттуда мы нашли 13 солдат в шинелях, которые погибли уже в 42-м году зимой. То есть вот этот такой суеверный мистический случай, подковы и сны, которые были, привели нас в эту деревню, и действительно, как будто, может быть, солдаты звали к себе для того, чтобы мы их нашли. Такой случай был. Мне кажется, я бы не смогла жить в палатках, пить воду из котелка, тем более на жаре сантиметра за сантиметром вести раскопки. Я бы на твоем месте постеснялся бы об этом говорить. Ну а что? В нашем обществе есть множество разных типов. Вот я, например, зависимая от телефона, модница и певица. Дмитрий Анатольевич, а как бы вы себя охарактеризовали? Наверное, ответственный. Что еще? Умный? Умный, да. Давайте так. Хорошо. Давайте так. А вы любите все делать на отлично? Как перфекционист? Вот прям в точку с вопросом попали, да, потому что вот такая личностная характеристика у меня действительно начинает развиваться. Ну, с одной стороны, перфекционизм, он критикуется и говорят, что это не все правильно. А с другой стороны, делать на пятерку, на мой взгляд, это та характеристика, которая ведет человек вперед. Нелегко вам, наверное, приходится все вот так вот по полочкам. Ну, перфекционист – один из ярких типов нашего общества. Давайте взглянем на другие рубрика «Тип людей». Спокойство, исправишь? Тоже двойка? Нет. Я рассказала его всем остальным, представляешь? А, кстати, я еще сказала тебе, что я получила двойку. Да, классно. Классно? В смысле классно, я получила двойку. Ты опять в моем инстаграме? Ты вечно в своем инстаграме? Ты вообще когда-нибудь меня слушаешь? Я больше не собираюсь с тобой общаться. Тогда я ухожу. Да пойми, у тебя хвостики не одинаковые. Блин, 6 часов. Зачем приходил? Вау, у тебя такие крутые значки. Правда? Ты должен посчитать? Короче, а ты знаешь, что это? Нет. Короче. Ты смотрела? Это обязательно, посмотри. Окей. Работа в администрации, которые вам приносят на подпись, или доверяете все-таки своим коллегам? Нет. Я по привычке своей проверяю очень тщательно, потому что мои документы идут дальше, и руководство города, и может даже республики. Поэтому надо вычитывать, конечно, каждую цифру и каждое слово, чтобы не было ошибок. А может случиться так, что вам принесут приказ, который отменяет задание на лето, в том числе и чтение, и вы его подпишете? Нет, нет. Ну, чисто теоретически, может же такое произойти? Такого не может быть. Даже подумать, пистолета не подпишу. Не подпишет лето, надо купаться и загорать, не сидеть, читать днями и ночами. Вот признайтесь честно, вы все читали, что вам в школе задавали? Читал все, и даже больше. Потому что чтение, на мой взгляд, ну, я даже обратил внимание на книги, которые у вас лежат, и знаю, что это вы читаете. Меня очень порадовало. Потому что чтение открывает тот мир, в котором можно пожить. И когда ты дочитываешь последнюю страницу, наоборот, с досадой понимаешь, что вот та история, тот рассказ закончились, и твои друзья уже уходят на книжную полку. А еще меня интересует, неужели в будущем нам пригодятся знания всех этих синусов и косинусов? Можете не подменять? Нет, нет, нет. Синусы, косинусы и все таблицы Менделеева нам нужны все равно в любом случае. Почему? Хотя вот говорят, что я буду условно там строителем. И мне знать литературу, музыку и рисование не нужно. Но вот та основа, которая и закладывалась в советской педагогической школе, что человек должен развиваться многогранно, знать все предметы, это очень необходимое качество. Другое дело, в старших классах вы для себя определяете тот профиль, которым вы пойдете дальше учиться и работать. Там уже идет углубленное изучение, а все остальные предметы чуть-чуть уходят на задний план. Поэтому приказ я не подпишу. Вот прям 100%. 100%. Ну тогда реклама. Специально для всех начальников. Хорошо. Устали писать? Мы предлагаем вам новую технологию, придуманную кучей малинцами. Робот-рука. Вы больше не устанете от писанины, и у вас появится больше свободного времени. О школах мы поговорили, обсудили все. Теперь самое время, думаю, поговорить о детских садах. Вы их с проверкой, наверное, тоже посещаете. Да. Что самое вкусное можно съесть в детском саду? Вот здесь, наверное, вкусы взрослых и детей разнятся. Тушеную капусту, которую в детских садах и дают, дети особо не любят. А для взрослых, наоборот, очень вкусно, на мой взгляд. Все наши друзья с ужасом вспоминают морковную запеканку. Кто вообще придумал кормить ею детей? Это вопрос. Ну, морковь, если был бы сейчас медик или врач, он бы сказал, что полезна для глаз. А как раз в детском саду и в школе зрение, оно является очень важным элементом, и идет нагрузка на глаза. Поэтому морковь, мне кажется, очень полезная и нужная пища. Но морковка и творог – это же вообще несовместимые вещи. Трудно сказать. На мой взгляд, довольно вкусно. Ну, вы уж позаботьтесь о малышах. Они ведь такие молодцы. То там самые длинные бутерброды делают, то на парадах маршируют, то на балу танцуют. А как вы думаете, можно ли в детском саду по-настоящему так серьезно влюбиться? Есть такой анекдот. Я, говорит, очень сильно влюбился и хотел даже жениться. Но тут пришла, говорит, мама и забрала меня из садика. Поэтому действительно, да, наверное, такие ощущения, чувства есть и в садике, и в школе. В школе уже, само собой, там более осознанно и серьезно, потому что первая любовь. Ну, и в садике симпатия тоже присутствует. А вы сами влюблялись? Такого не было. Точно? А теперь давайте узнаем, что думают по этому поводу сами дошколята. Внимание на экран. Всем привет! С вами спецжурналистка Саня. В этом году я окончила детский сад и пойду в школу. Теперь мне нечего скрывать. И сегодня вы узнаете, хватает ли игрушек детям в детском саду. Кто получает самую лучшую часть хлеба? Поехали! Ну, мальчишки, признавайтесь, не обидевают, а в детском саду нет. Я сплю на своей кровати. Иногда. А что ты делаешь, когда не спишь? Иногда играю руками. Только руками получается играть. А всем остальным нет. А за что ты любишь тихий час? Потому что во время тихий часа растешь, приходят всякие разные мысли. А вы когда-нибудь влюблялись? Отвечайте только честно! Я влюблялась. Это было так. Ко мне подошел мальчик из группы одной. И потом он сказал, я тебя люблю, и поцеловал меня. У меня было много жеников. Я даже не запомнила, сколько их. А вы ходили в детский сад сами? Да, конечно. Когда я была маленькая, я тоже ходила в детский сад. И так же, как дети, кое-что не любила. Например, пить молоко. Самое вкусное блюдо – это курочка с пюре. А что самое невкусное? Сырники. Кому достается самая лучшая часть хлеба? Горбушка. Вот мне никогда и не попадала горбушка. Получает горбушку постоянно девочка Диана и мальчик Миша Вашовин. Они заслуживают этого? Им так попадается. Какая твоя самая любимая игрушка в садике? Крокодил. Потому что у меня дома нет такого. А вот я боюсь крокодилов. А у меня была игрушка в садике. Любимая – это куколка. Она такая с синими волосами. И у меня постоянно все ее отбирали. Девочки были в шоке от нее. А если мы незаметно попрыгаем на этих кроватях, нас будут ругать? Нет. А почему? Потому что они сломаются, и нужно очень дерево плотать. А давай попробуем. Давай. Давай. Быстро. Сфотодейцы сюда идут. В общем, садик веселый. И я уже по нему скучаю. Дмитрий Анатольевич, спасибо, что нашли время и заглянули к нам в гости. У нас для вас есть подарок. Книга, созданная учениками городского медиа-центра «Кучмала». Называется она «Скороговорушки». Мы придумали и собрали вместе множество скороговорок. Надеюсь, они вам пригодятся. Ведь и взрослые, и тем более начальники всегда должны работать над дикцией и ораторским искусством. Совершенно верно. Прочитайте несколько. Это вот «Кучмалинцами» придуманные. Так, давайте. «Каркуша скушала суши у Хрюши, Ванюша и Нюша, Помчались к Варюше, 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 Где суши у Хрюша, Ванюша и Нюша поймали Каркушу». У вас хорошо получается. Хорошая книга. Я думаю, мы в управлении дадим читать каждому специалисту, чтобы развивать дикцию. Это было «Шок-шоу». Проект городского детского медиа-центра «Кучма». Пишите нам, лайкайте нас, хэштег «Кучмала» круто всегда. Пока-пока. Отмените запеканку в садике. Запеканку в садике? Не отменим. Давайте. Подписывайтесь на наш канал.